В этом видео мы поговорим о малоизвестном егере 3 серии Вулкане Призраки и о Мутаворе, огромном кайдзю 4 категории с головой похожей на лезвие, который больше известен тем, что пробил городскую прибрежную оборонительную стену против чудовищ. Кроме нападения Мутавора в фильме, что можно считать за канон, были и его более ранние появления в новелизации и комиксе. Согласно комиксу, за 5 дней до этого, 27 декабря 2024 года, Мутавор впервые появляется из Бреши. Предположительно, он направляется к берегам Австралии, где ему на опережение отправлен егерь 3 серии Вулкан Призрак. Им управляли пилоты Рейнджеры Джошуа Гриффин и Тайлер Закери. Джошуа говорил, когда мы были в той капсуле, я и Закери, мы никогда не чувствовали себя такими сильными. Вулкан Призрак участвует в шести сражениях с монстрами и зарабатывает три победы над кайдзю. Одну соло и две совместные со страйкером Эврикой. 12 декабря 2021 года на город Сантьяго нападает кайдзю с позывным Фаукс Фейс, что можно перевести как Искусственно Лики. Кайдзю имел две одинаковых головы с удлиненными шеями, с которых свисали длинные отростки, а хвост чудовища был усеян редкими большими и острыми шипами. Призрак обменивается с кайдзю ударами, после чего Искусственно Лики обдает его чем-то похожим на гравитационные лучи. Продолжается борьба. Пилоты не сдаются. Вулкан наносит сокрушительный удар, используя свое атомное сверло и пробивает тело гиганта. После удачной победы пилоты обретают популярность в СМИ. Несколько позже из пролома вышел кайдзю четвертой категории с позывным Спайн Джекал. Дословно это Позвоночник Шакала. Монстр атаковал оперный театр в Сиднее и против него в бой были развернуты Вулкан Призрак совместно со Страйкером Эврикой. Позвоночник Шакала обладал серой кожей с биолюминесцентными следами, имел высокое и худощавое телосложение, а на его затылке и спине проходило множество шипастых выступов. Кайдзю имел несколько десятков глаз, расположенных вокруг головы и обладал панорамным зрением, а также помимо челюсти у монстра присутствовали жвала. Позвоночник Шакала неплохо уклонялся от первых атак, но после Страйкер Эврика рассек его голову пополам, запустив в него ветряную мельницу. Далее эта команда в 2024 году отправляется в Колумбию, где борются с паразитами кайдзю. 27 декабря Вулкан Призрак направлен на бой с Мутавором. Мутавор, видимо, без особого труда расправляется с егерем, отрывая ему голову и разрывая на части. Позже останки призрака отправляются на свалку в Санта Монике. Но в новелизации упоминается, что Вулкан Призрак был не один, а совместно с ним на операцию был отправлен егерь 4 серии Эхо Сабля. Подробного описания егеря и самого боя нет, но сказано, что его туловище было разорвано и пламя ревело в открытых развалинах его головы. Эти события, очевидно, были добавлены позже и у меня, есть вопросы. Зачем было отправлять егерей в бой, если власти были так уверены в береговой стене? И что делал Мутавор после битвы примерно 5 суток? Хотя можно представить, что он затаился и ждал команду. Концепция стены жизни началась еще в 2020 году и на ее постройку было брошено немало бюджетных средств, сил и времени. 1 января 2025 года Мутавор с легкостью прорывает сооружение. Это была очень яркая демонстрация неэффективности защиты данной постройки. Позднее программа «Стена» была расформирована после успеха операции «Ловушка». Мутавор смог прорвать стену менее чем за час, вошел в город и продолжил атаку. Туловище Мутавора было достаточно стандартным, подобным как у Остроголова и Нарушителя. Две ноги, две огромных руки с когтями и пара придатков на груди. Голова монстра имеет острый крючковатый изгиб сверху и также огромный подбородок в форме полумесяца. Когтистая структура его головы была покрыта металлом, возможно поэтому первоначальным именем Кайдзю было Блейдхэт, что в переводе – голова лезвия. Подобные топорообразные структуры выступали и из спины чудовища. Хвост был разделен вертикально на две части и мог использоваться как ножницы. Мутавор имел по три глаза с обеих сторон головы. Он достигал высоту 90 метров при массе в 2630 тонн. Для страйкера Эврики бой получился недолгим и достаточно легким. После нанесения нескольких ударов, он заставляет Мутавора пошатнуться и затем отшвыривает монстра назад. Затем наносит еще один апперкот и добивает его шквалом ракеты спусковой установки. С предсмертным криком туша Мутавора падает на землю и, кажется, пульсирует во время падения. Интересно, почему такая легкая победа? Ведь немногим ранее Мутавор буквально разнес вулкана призрака. После этого инцидента Маршал Пентекост прилетел вернуть в строй одного из лучших пилотов Райли Беккета, ведь осталось не так много жизнеспособных егерей, а атаки кайдзю только участились. Как думаешь, был ли Мутавор особенным, или он обычный рядовой кайдзю? И почему Вулкан Призрак потерпел от него сокрушительное поражение вместе с Эхо Саблей, хотя после этого страйкер Эврика без особого труда разнес противника? Оставляй свои комментарии и до встречи в новых выпусках!